Сегодня утром встала и увидела вот такую статью, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу снова провести референдум на Донбассе. Ну, в общем-то, я уже давала предсказания о том, что референдумы именно для Трампа будут. И, ну, в общем-то, получается, что почти сбылось это предсказание. Так вот, что дальше я посмотрела по этому референдуму. Но я хочу напомнить людям такую ситуацию, что Дональду Трампу этот референдум признавать или не признавать очень опасно. Иначе он как бы даст зеленый свет у себя в США для референдумов. Там, в общем-то, тоже много кто хочет отделиться. Та же Калифорния, например. Поэтому здесь как-то будет так все сыграно и очень-очень хитро. И я когда посмотрела, то увидела, что да, вот люди стоят, их очень много, но тянут из толпы вот эти бумажки, руки вверх с бумажками только, ну, как бы совсем немного. Ну, несколько человек. Ну, совсем, в общем-то, мало. А остальные светлые, светлые как бы люди, очень много светлых людей, они молча стоят и смотрят. Потом они, в общем-то, как бы расходятся. Я так думаю, что референдум будет, но как-то он будет со стороны Украины. То есть референдум будет, допустим, не об отделении Донбасса, а будет что-то другое, которое связано именно со словом Украина. Ну, например, о присоединении к Украине. Ну, вот, что-то типа вот этого. То есть сделают как бы таким образом, что, ну, знаете, найдут крайнего, то есть Порошенко найдут крайнего. То есть, чтобы, в общем-то, как бы все свалить на Порошенко. Ну, в общем-то, то, что Путин встретился с Трампом, конечно же, они там вели непраздные разговоры. И это очень сильно ударит по Порошенко, очень сильно. Я уже давала предсказания и говорила, что я слышала, как вот говорил Яков Кедми, о том, что после Кубка FIFA что-то, в общем-то, закрутится в отношении Украины. И я, в общем-то, тоже с этим как бы солидарна с Яковом Кедми. Оно, в общем-то, и закрутилось. То есть, сразу же, очень быстро, считайте, на следующий же день после финала Кубка FIFA Путин встретился с Трампом. И тут, в общем-то, сейчас все закрутится. Поэтому по референдумам они, то есть, два этих лидера решат так, чтобы как бы обелить себя, но подставить Порошенко. Продолжение следует...